Доброе утро! Надела свое прекрасное платье, цвета березы, можно так сказать, но потом на фотографии можете посмотреть его в полный рост. Вот такой балкончик, вот так вот все выглядит, вот до туда где-то мы вчера дошли. А вон там находится та самая кофейня, где мы вчера нашли Wi-Fi. Все, всех целую, всем до встречи, пока-пока! Друзья, ну вот мы во Флоренции, вокруг такая красота, успела позавтракать. И не самое последнее, кстати. Повезло, а то, наверное, на меня бы уже все косо смотрели из-за того, что я всегда так долго. Ну что поделаешь, я никогда не слышу будильники, никогда не могу вовремя встать. Ну такая вот я. Сегодня даже челка у меня более-менее нормально смотрится, это хорошо. Вот. Погладила свое платье сегодня, а оно даже не выглядит так, как будто бы я его погладила. Вот. Нет, это такое. Мы там наворотили целую баррикаду из розеток. Итак, нас сейчас затащили в кожный магазин изделия из кожи. Это все мерзко, конечно, для меня, так как я не ношу такую одежду, и там такой запах мерзкий кожей. Вот. Сейчас мы уже пойдем дальше куда-то, на площадь, к площади. Вот. Но нам дали зато бесплатную карту. Это очень хорошо. Вот, смотрите, вот так выглядит. Это вот магазин, где продает ухоженные изделия. Вот это такая огромная карта Флоренции. Здесь все-все-все есть. Здравствуйте. Здесь летела раз и не сюда. Мне рассказывают историки, что во время похоронения в этой церкви, фор, который состоялся из 300 девчон, выполнил молитвы. Хотелось бы рассказать вам то, что я узнала, что нам рассказали. Итак, это собор Святого Креста. Дома называется Санта Кроче. Здесь пятиконечная звезда. Видите, это звезда Давида, потому что когда в 19 веке архитектор строил, он был итальянцем с еврейским происхождением. Это площадь также Святого Христа называется. Вот. Внутри этого собора похоронены такие личности популярные, как Никеланджело, все его хорошо знают. Также Галилео Галилей, хотя его судили очень долго, несколько веков судили, и хоть он был практически приговорен к инквизиции, но его все же похоронили в этом святом месте. Это своего рода пантеон. Вы знаете, пантеон, по-гречески это обозначает сбор всех богов, сбор, еще хотелось сказать, сбор всех богов. Вот это своего рода пантеон во Флоренции. Сейчас мы двигаемся в политическую часть Флоренции и также в религиозную часть Флоренции. Площадь Синьория. Здесь очень-очень-очень все красиво. Очень жарко, кстати, во Флоренции. Очень, ну как и везде, в принципе. Хотя еще утром, но уже очень... Посмотрите, какой он большой, безупречный, статую различную. Вот это да! Вот это красота! Ребята, это улица Данте Оливьери. Он родился в 1265-м, что ли, году в середине мая. Или в середине июня в этом периоде, но никто точно не знает. Но они празднуют это именно в этот момент. Тут уже другая улица. Просто очень приятно, потому что я его знаю. И уже два памятника есть у меня сфотографированных. Один из вот здесь, из Флоренции, а другой из Верланды. Вот, Вия Данте Оливьери. Это и есть дом Данте, но это не настоящий дом. Ну, говорят, настоящий дом Данте не уцелел после пожара. А это конструкция начала 20-го века. Вот, пожалуйста, посмотрите, какой красивый дом. И прикольно. Там есть музей дома Данте, Казадиданте. Первый, а это конструкция. Отлично. А это башня. Каштановая. Большая, высокая. Смотрите, ребят. Мы пришли к колокольню. И заходить туда с голыми ногами. Чтобы до колен было все закрыто. И голыми плечами нельзя. И очень-очень красиво. На фоне этой красоты расскажу, что меня не пустили в собор. Точнее, не то, что не пустили, а я не стала даже пробовать. Потому что у меня открыты плечи. Хоть и ноги закрыты полностью. Потому что не пускают здесь таким открытым пространством тела. А нас даже не предупредили про Рим, про Ватикана. Конечно же, сказали. Но почему-то про Флоренцию нет. Так что мы сейчас ждем у выхода. Не только я одна, конечно, такая. Мы зашли в магазин шоколады и кофе. Вот сколько здесь разных конфет. И выглядит очень-очень аппетитно. Очень. Снимаю, пока не выдаю. Всякие конфетки, шоколадки. А вот тут кофе. Мы до сих пор во Флоренции. У нас есть 3 часа свободного времени. И мы ходим, бродим. Уже съели по мороженому в джелатерии. Там очень-очень большие шарики дает. Это здорово. Очень вкусно. Что здесь? Какая-то мастерская здесь с тарелками. Но это все закрыто. Искали ресторанчик, чтобы пообедать. Все работает с 12 часов. А сейчас только 11.30. Мы решили перекусить мороженое. Потому что иначе уже очень хотелось кушать. И сил никаких не было. Мы сейчас ищем ресторанчик, который мы нашли в первый раз. Там и цены приемлемые. Несмотря на то, что Флоренция. Удавая. И хорошее меню. То есть можно выбрать что-то. Пиццу, пасту как-то не очень хочется. Лицо растет вшип. Ладно. Хорошего человека должно быть много. Я не согласна, если честно. Но кажется, скоро придется. Но я правда сяду на диет. Ладно. Мы пошли дальше. Ходим, смотрим. Так что всем бай. Чао. Мы все-таки дождались открытия этого ресторанчика. Прекрасного летнего. Слышите? Это бьет колокольни, бьет часы. Также играет отличная итальянская песня. Пока здесь не подключились к Wi-Fi, я записала себе, чтобы найти потом ее при приезде. Вот тут вокруг так цветочно, красиво очень по-летнему. Мы заказали уже блюда. Сегодня у нас рыбный день морской. Мы будем кушать сальмоны, тенгу, лосось и коктейли с креветок, овощи на гриле и так далее. Какой-то тоже обед. Смотрите. Мамашка, варенье, какие-то. Мамашка, варенье, какие-то. Классаются. Кусают. Вот как они окушают, оказывается. Ой, как они окушают. Мамашка, запах такой классный. Обожаю лошадей. Любовь всем вывозим. Кареты такие, красота. А мы идем обратно на гофе, чтобы встретиться с группой и ехать дальше. Привет, ребята. Мы, тем временем, прибыли в Сиену. Этот город находится где-то очень-очень высоко. Панорамы здесь потрясающие. Такой вот красивый вид вокруг. Внизу домишки, также ровни, также горки, холмники. Здесь все-все-все есть. Даже не знаю сейчас, куда мы точно пойдем, но у нас будет экскурсия практически полтора часа. Я считаю, что здесь есть какой-то фонтан и ворота Святого Петра. А вот это видно для детишек. Я хочу и самому скачаться здесь. Священник не укропит святой водой, говорите инопутственное слово и в конце ей говорит. Говорит, да, этой лошади иди и вернись победительницей. И она должна победить. Так что вот это такой ритуал, который проходит в каждой контраде. Почти у всех есть церковь. Ну, может быть, такая большая, поменьше, часовник. Это собор Вознесения Демы Марии. Здесь три золотые фрески, которые сделаны под уже в 19 веке. Итак, друзья, мы сейчас находимся на площади Пиаца Дель Кампа. Здесь в Сиене обычно проходят скачки. Скачки проходят 2 июля и 16 августа. Вот здесь вот как раз-таки в эти дни проходят скачки, проезжают, скачут по лошади. Сидит около 35 тысяч зрителей. Переулок Слоны. Хотелось бы рассказать немножко про то, что сегодня нам поведали. Как я уже сказала, это площадь, где проходят скачки два раза в год. Это 2 июля и 16 августа. 13 августа уже начнется подготовка всех команд к скачкам. То есть будут приводить лошадей в специальное место Казади Кавали, дом лошади. Для того, чтобы они там готовились к скачкам. Итак, во всем городе существует 17 секторов, 17 коммун, общин, которые названы именами, названиями животных. Такие своего рода районы. Например, слон, улитка, ракушка, гусь, носорог. Еще, и еще, сколько я назвала, еще до 17 таких названий. А волк вспомнила, орел, пантера. Мы проходили, смотрели некоторые районы. То есть во время скачек, в дне скачек, лучше из своего района не передвигаться в открытую, по чужому району. Потому что это огромная конкуренция. Очки упали. Вот. В зумбе просто жарко. 33 градуса жарю. Итак, потом проходят скачки на площади 30 тысяч человек. Это минимум. Обычно приходят 2,5 часа, лошади, проходят торжественное шествие, парад по площади. И после заходят в специальное место между башнями, для того, чтобы отдохнуть там перед дальнейшими скачками. Это все очень интересно. Нам сейчас все это рассказали. Я хочу с вами поделиться. И еще, когда побеждают какие-то, какой-то район, какой-то зверь, то потом этот праздник продолжается до 1 октября. До 1 октября каждый день они отмечают. Вот это 1 октября, последнее торжественное шествие, пир во главе с лошадью. За столом сидит конь, который победил. Лошади отбираются от районов, от каждого района. А вот всадники наемные, их обычно нанимают. И в этом году должна была побеждать улитка. Но какой-то другой зверь, я не помню какой, сбросил плетью всадника, помешал ему. Это у них разрешается, разрешено так делать. И из-за этого победил слон. Поэтому сейчас везде слон пирует каждый вечер до последнего. Ставок у них нет, как на настоящих скачках. Здесь происходит у них так, что есть казначий у каждого района. Он проходит по своему народу, по своему району и спрашивает, сколько денег те готовы отдать, если победит именно их район. Каждый называет свою сумму, он записывает эту сумму. И если побеждает именно тот район, их район, то эту сумму они все собирают. Только кому она уходит, я что-то не поняла. Поэтому это очень почетно. Скачки в сиене. И я вот специально в этом году, 16 августа, посмотрю в интернете результаты. Потому что наш гид, она болеет за улиток. И говорит, приезжайте, я вас угощаю, если победит мой любимый район улитки. Я не знаю, может она тоже там живет. Она 15 лет уже здесь живет. Ну что, а мы сейчас медленно, наверное, продвигаемся к автобусу. Уже устали, но впереди еще. Итак, последняя цель на сегодня это маленький городок Джиминьяму. Вот здесь настоит в большой очереди лотерия Дондоли. Для того, чтобы взять самое вкусное мороженое. Потому что этот город побеждал 3 года. В номинации «Лучшее мороженое». Вот такая там очередь. И она уходит дальше, и дальше, и дальше, и дальше. А вот тут такая красота. Как всегда, старинные дома. Очень красивые. Притом, что это никакие не важные. Это дома. Жилые дома. Мы сегодня пришли снова перекусить. Если честно, ради Wi-Fi. Но мне тут нравится и обслуживание, и цены, и кофе вкусное. Еду еще не пробовали, но заказали сваду пиццу с грибами разными. И с сырами. Вот здесь вот так мило называется. Это кофейня. Я опять же была так. Почему-то такое странное название. Я его не могу запомнить. Гранд Лука. Да, Гранд Лука. Влада сидит с любитым кофе. Мама ест капреза. Да, и мой кофе. Вот, и мой кофе. И, кстати, я хотела вам показать, что тут дают вот такой шоколад. При том, что мы с Владой вчера заказали только кофе. И принесли вот такую вот штуку. Как бы ни соль, ни перец. Зачем они нам? Ну, я помню, она нам сказала шоколад. Просто никто не придал значения. И вот так вот это насыпается. Видите, здесь получается крошка шоколадная. Это очень здорово. Я нигде вообще не видела. Ни в Италии, ни в Астане, нигде. Вот, сидим. Я уже поговорила с любимым. Вот. Это самое главное. Я сейчас буду загружать в Инстаграм фотографии. У нас 10.41. Вот где-то посидим здесь минут 40. И пойдем уже домой. Душек. Отдыхать. Делать остальные коллажи. Сегодня постараюсь по максимуму загрузить фотографии. Да. А вот у нас и принесли нашу пиццу. Граци, миле. Вот такая красивая пицца. Смотрите. Она идет как будто бы на тостах. Мы будем пробовать сейчас. Она похожа на пиде. Да, на пиде похоже. У нас в турецком ресторане такой мишка. В кафе продают такой пиде. Вау. Это же не пицца же. Кстати, очень хорошо. Я вышла с кафе, закинула фотографии. Думала, что уже пойду сейчас в номер в отель. Ну, как бы неудобно уже сидеть там. Я понимаю, что им все равно, что я поела, но все равно остаюсь и сижу в интернете. Но так как фри вай-фай, я пошла-пошла до скамеечки. Здесь такая хорошенькая скамеечка рядышком. Вот, я на ней присела. А вон там та самая кофейня, или как можно даже его назвать, кафе или бар. Сегодня это последний вечер наш в этом отеле. Crystal Palace. Завтра мы утром направляемся в Рим. В 7 утра у нас уже завтрак. Едем в Рим. Будет завтра вечерняя поездка по Риму. Я вас, конечно, беру с собой. Все покажу, все сниму. День был очень насыщенный. Очень. Мы сильно устали, потому что в городе Сиена очень крутые подъемы и спуски. Город такой. Его называют город Ловушка. Городом Ловушка он раньше служил для войск, которые пытались напасть на Сиену. Сиена с Флоренцией, оказывается, раньше соперничали. Представляете? Кто бы мог подумать. Два города Италии и даже не разные страны, а буквально между ними час-полтора езды. Они соперничали. И этот город использовали как ловушку для своих соперников, врагов. А сейчас ее называют Ловушкой для туристов, потому что на самом деле можно, правда, запутаться. Если не отзвониться, где-то, правда, не ловит связь, возможно, то можно потеряться и не увидеть за вот этими вот горками. В Сан-Джимьяно, куда мы после поехали, мы попробовали мороженое, выставили очередь. Она, в принципе, очень быстро двигалась. Правда, выбрать практически не было шанса. Нужно быстро-быстро говорить, что ты хочешь. Ты показываешь на какие-то непонятные вкусы. Там таблички все стоят не напротив того вкуса, которому они принадлежат. Поэтому быстро-быстро стараешься что-то взять. Поэтому мы взяли все очень вкусное, посидели на каком-то колодце или фонтане, все там сидят. У них фонтан не обозначает, что обязательно должна идти вода. Фонтан также... О, мотороллеры. Фонтан также это как скульптура какая-нибудь. Вот. Мне очень понравилась Сиена, если честно, так как я фанат лошадей и в детстве всегда каталась на них, любила и люблю сейчас, конечно же. Мне было очень интересно послушать. К сожалению, я не могу просто воспроизвести вам всю информацию, которую я слышу. По максимуму, что я запоминаю, я вам, конечно же, говорю. Но я так посмотрела свои предыдущие видео, которые я поснимала в городах. Мне не понравилось то, что я ничего о них не говорю. Я говорю свое мнение. Красиво, классно. Ух ты, здорово. А конкретно некоторую информацию я не сообщала вам. Но я думаю, вам бы было интересно. Поэтому сегодня я старалась внедрять, запоминать информацию, говорить вам что-то, какие-то интересные факты. Вот. Завтра я также по Риму обязательно проведу экскурсию. Буду вам показывать, буду говорить. В Инстаграм, конечно же, буду отправлять фотографии. Вот. Поэтому всем желаю спокойной ночи или доброго утра, когда вы смотрите это видео. А мне уже пора в отель, а то сейчас меня в комнату не пустят. Все уже ложатся спать. А я еще в душ сейчас пойду. И, наверное, поставлю всю аппаратуру на зарядку, чтобы заряжалась всю ночь. Ну что ж, тогда всех целую. Всем пока. С вами была я, Яна Роев. 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 Продолжение следует...